Всем привет! Меня зовут Людмила. Это канал Сама себе хозяйки. Погода сегодня у нас морозная, но солнышко и ветер холодный. Я вышла, постояла немножко, огляделась и зашла в дом. Неприятно как-то стоять. Но в доме солнце светит во все окна. Кажется, что такое впечатление, что на улице вообще весна уже. Ну что, думала-думала, думаю, надо что-то испечь. Уже давно ничего не пекла и решила испечь такой насыпной пирог. Ну, как вот раньше, пирог с вареньем. Тертый пирог. Вот такой вот. А я буду делать, у меня есть яблочки свои, мороженые. Я сделала начинку из яблочек. Сейчас я ее перетомлю на сковородке, добавлю немножко сахара. И буду заводить тесто. И это будет пирог в чай. Я всыпала яблочки в сковороду. Они у меня мороженое. Вот. Сейчас они сок пустят. Я буду их немножко выпаривать. Потом добавлю сюда сахару. Немного. Грамм сорок. Перемешаю. В общем, буду их тушить. Чтоб водичка эта вытушилась. Ну, чуть-чуть пусть останется. Только не совсем. Чтоб маленечко они были, как сказать, с сиропчиком. Вот. Тут немного у меня этих яблочек. Ну, мне хватит достаточно. Вот сейчас я их потушу. Добавлю сахарку. Грамм сорок. И отключу. И начну заводить тесто. Ну, вот так вот они сушились у меня. Я их отключила. Пусть они доходят. Тут немножечко как бы еще сиропчик есть вот. Пусть они дойдут. Они такие прозрачные стали. Сейчас буду заводить тесто. Так, я взяла муки полкило. Пятьсот грамм. Просеяла ее. Сюда добавила чайную ложку разрыхлителя. Сто грамм добавила сахара. Немножко ванилина добавлю. Для запаха. Весь не буду высыпать. Сюда добавлю 3 яйца. Разбиваю прям сюда. Так. И в эту же массу добавляю ну, грамм 150, может быть, 170 масла масло сливочного. Вот такого мягкого. Не жидкого, мягкого. Оно постояло у меня, размягчилось. И сюда. Так. И всю эту массу я буду перетирать руками в крошку превращать. Прямо все тут разминаем в одной чашке. И превращаем в крошку. Тесто у нас должно получиться ну, такое мягкое, не липнущее должно от рук отставать. И крошкой должно быть все. Тесто я сделала. Получилась вот такая крошка крупная. Она должна быть крупная такая. часть крошки высыпаю вот в такую форму. Небольшую. У меня есть побольше, это поменьше форму. Вот. Выкладываю ее на донышко часть. Ну, на пополам можно разделить. Половина сюда. Половина. Потом вверх будет закрывать. Так, разравниваем. Попало немножко. Начинка маленько попала. Так, и теперь надо вот это все уплотнить. Вначале руками вот так вот уплотняем. Еще добавить можно. Видно-то. Можно донышком взять вот стаканом. вот так вот донышко уплотнить хорошо. Вот. Так уплотнили. Теперь надо сделать бортики, чтобы были. маленько вот так вот подцепим на бортики. Вот так вот их прижмем к стеночке. Так, сейчас сюда будем выкладывать начинку нашей яблоки. Выкладываем. и разравниваем. Начинки не так много у меня получилось. Вы можете взять большее, можете варенье взять или другие какие ягоды, какие у вас есть. Любые. Ну, вот так вот уплотнило. И сверху посыпаем оставшейся крошкой. Уже ничего не уплотняем, просто посыпаем и все. Так. вот все начинку и все тесто мы выложили. Прикрыли начинку. Вот так получилось. Ставим в духовку разогретую. на 180 градусов. Ну, примерно на 40 минут. Там будем смотреть. У всех разные духовки. Может, больше, может, меньше у кого. Вот такой пирог получился. Поднялся. сейчас я его еще сахарной пудрой посыплю. Немножко так. посмотрим, что тут в разрезе получилось. сахарной пудрой Вот такой. Вилку надо, я рука. Ну вот. Начинка. Ну сладкий. Нормальный пирог вкусный. С чаем. Что больше еще надо? Так, разрезать. Все, будем чай пить. Всем пока-пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова